как подлодка СССР на корпусе подняла из-под воды диверсанта-аквалангиста США в средине 80 Х годов СССР. Находившийся на пике своей мощи, наглядно продемонстрировал США возможности своего радиолокационного оборудования и прочих средств обнаружения. Инцидент был зафиксирован финскими журналистами, находившимися на борту советской подводной лодки. В начале 80 Х годов в СССР наметился значительный прорыв в области средств обнаружения. Большое внимание уделялось подводному флоту, ведь именно стратегические подлодки несут ядерные ракеты и являются одной из частей ядерной триады СССР и нынешней России. Но не все в мире разделяли оптимизм СССР. В США считали, что их подлодки нового поколения смогут быть практически незаметны для отставших советских технологий. СССР не собирался ничего доказывать, однако подвернулся удобной случае. Советская подлодка проводила показательный заплыв недалеко от берегов Финляндии в присутствии иностранных журналистов. Находясь в Баренцевом море, рядом с границей территориальных вод СССР, радары засекли несколько передвигающихся объектов. Сначала подумали, что это была подлодка, которая из-за технических проблем изобразилась на радаре, как несколько мелких объектов. Но после перепроверки оборудования, оказалось, что это были аквалангисты. Оказалось, что нарушителями морской границы были аквалангисты, диверсанты из особого подразделения США. До сих пор засекречено о том, какие цели они там выполняли. Иностранные журналисты зафиксировали факт блестящей работы новейших систем обнаружения подлодок СССР. Но моряки пошли на авантюру. Они приглушили двигатели, приблизились в группе пловцов, стали всплывать. Один из диверсантов был подхвачен корпусом подлодки и поднят на поверхность. США выразили протест по поводу инцидента, однако радары советского производства больше не критиковали.